После нашумевшего заседания Совета Безопасности, прошедшего под председательством тогда нового президента 8 февраля 2018 года, когда он заявил, что призванные бороться с коррупцией суды и правоохранительные органы, сами коррумпированы, казалось, что Совбез теперь будет одним из главных государственных органов в стране, через которые можно будет проводить реформы. Ведь на его заседание собираются и спикер, и премьер, и главы парламентских фракций, и министры. Иногда последующие встречи на Совбезе действительно создавали такое впечатление. Например, после его мартовского заседания нынешнего года были уволены министр здравоохранения и отраслевая вице-премьера. Но руководство самого Совета Безопасности начало оправдываться за нерешительность власти, мол, наши решения имеют только рекомендательный характер. А ведь как все начиналось? Президент Джейенбеков в феврале 2018 говорил и про организованную преступность. Главная причина отсутствия успеха в борьбе с организованной преступностью – это коррупция. Без участия высоких чинов в правоохранительных и судебных органах невозможны были бы такие большие денежные обороты в криминальной среде. Если бы силовые структуры не были коррумпированы, криминальные группы ничего не могли бы сделать, даже шагу не могли бы ступить. Если дать задание, два сержанта и два лейтенанта – все закрыли бы. Продолжение следует...